Удивительное рядом. В Ненецкой окружной больнице трудится необычный человек. Коллеги им восхищаются, а он просто добросовестно выполняет свою работу. 80-летний механик Петр Кычин, так зовут героя нашего следующего сюжета, даст фору любому молодому специалисту. Не верите? Смотрите. В свои 80 лет он и не думает о выходе на пенсию. Петр Кычин – механик с золотыми руками. Механиком нормально работаю, все выполняю, все выполняю, все выполняю. Ну как можно сказать, тяжело работать. Нормально. Пока работаю. Начинал в аэропорту работать, потом отработал еще в АТП. И вот 47 лет работаю в окружной больнице. Общий трудовой стаж Петра Дмитриевича аж 64 года. И, как признается мужчина, за долгие годы работы многое изменилось, но условия труда стали гораздо лучше. Раньше, когда пришел, машины были такие не очень хорошие. Тяжелее было. Сейчас построены церковские гаражи, современные, более-менее уже все. Гораздо проще стало работать. Проще, намного проще стало работать. Вот за счет, может за счет этого и длится мой стаж работы. В токарном цехе местной больницы всегда есть работа. Причем некоторые детали Петр Кычин может ремонтировать даже с закрытыми глазами. Владимир Спирихин проработал с легендарным механиком больше 30 лет. Сам он недавно вышел на пенсию и не перестает удивляться энергии и трудолюзию своего уже бывшего коллеги. Таких в округе у нас, да и в области, наверное, нету. Я точно говорю, чтобы работающий механик, сварщик, токарь, электрик, сантехнические работы, ремонт машин, сам залезает в машину и делает. Я говорю, уникальнейший человек, просто не знаю, не встречал таких. Мы вообще здесь считаем, что этот человек достоин самой высокой правительственной награды. Плоть до героя труда, чтобы первым был в округе. Если не он, то вообще не знаю, кто тогда. За свою трудовую деятельность Петр Дмитриевич обучил немало молодых специалистов, которые работают в его бригаде. Его рвению к труду может позавидовать каждый. Огород есть. Копаю огород. Копаю и сажу картошку. Вот огород не занимаюсь. Рыбалкой сейчас не занимаюсь. Видно, видит, такая закалка или не знаю. В детстве была работа тяжелая, конечно. Содержали и коровы, пилили дрова самая, очень много дров пилили. Так что вот видно, может, это все сказалось. Все сказалось, вот до сих пор пока работаю. По словам наринмарского трудоголика, в его успехе нет особого секрета. Самое главное – любить свою работу и радоваться жизни каждый день.